Ооооо, мой молдак! С 2017 года на периферии казахстанского информационного пространства прописалась тема концлагерей для мусульман в Китае. Она родилась не на пустом месте, вkek – в Синцзяне есть места, которые самкики называют центрами профессионального обучения, а появились они из-за сильного уйгурского сепаратизма в регионе. Однако на международной политической арене действия Китая по умиротворению сепаратистов усилиями западных СМИ были сначала превращены в борьбу с инакомыслящими, а затем и вовсе с мусульманами. Расчет делался на страны Ближнего Востока, куда Китай активно заходил со своими инвестициями. В 2017 году в Казахстане объявился некто Серегжан Белаш, по паспорту и вовсе Бияш. Он немедленно принялся раздувать сенофобские настроения в среде кандаса пороломанов, далее среди местных казахов. Основной упор Белаш делает на те самые лагеря перевоспитания, в которых, по его рассказам, томятся уже не только ультуры, но и китайские казахи. Несколько лет работы Белаша, и вот результат. На видео интеллигентные алматинцы сорвались на группу китайских студентов, решив, что именно им надо запретить праздновать их Новый год. Хотя Алматы как раз славятся этническим и культурным многообразием. Однако Серегжану Белашу, родившемуся и выросшему в Китае, плевать на казахстанские особенности. Белаш покинул Казахстан в конце 2020 года.